Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вчера я обещала снять видео на тему, когда сеять лук, потому что именно сейчас, в начале мая, этот вопрос волнует всех. В каком бы регионе мы ни жили, каждый хочет знать, когда именно у них нужно сеять лук. Сейчас я вам расскажу, что об этом говорят специалисты и народные приметы. Вот если мы заглянем в календарь садовода-огородника, то на посев лука там отведено 10 дней, с 1 по 10 мая. То есть первая декада мая мы сеем лук во всех регионах. Кто-то в начале, кто-то в конце. Но вот погода каждый год бывает разная, и все-таки нужно смотреть по температуре. Всегда пишут 2, 5, 10 градусов. Вот эта температура такая низкая, очень подходит луку. Лук нельзя садить в горячую землю, лук нельзя садить в сухую землю. То есть тянуть до конца мая не стоит. Но все-таки смотрите по своим погодным условиям. Вот я не стала сейчас высаживать, хотя у нас дождь, вот смотрите, такая почва влажненькая, такая хорошая, посадил бы. Но ночные температуры минус 1, 0, минус 2 для лука уже не подходят. Есть народные... Ой, блин, у нас очень плохая погода. Есть народные приметы. Я сейчас вам покажу, почему я подошла сюда. Если вы выйдете в огород и видите, что чеснок у вас вот так вот уже отрос, у меня грядки нет целой, вот я вам показываю прошлогодний чеснок, это значит, что лук тоже может расти уже при таких температурах. Еще, если вы не уверены, что вот вам с первого по десятого нужно садить, что у вас холодно, смотрите тогда на черемуху. Старинная народная примета. Тот, кто, ну как, рано не успел посадить, очень холодно. Как только зацветает черемуха, значит, лук уже вполне можно высаживать. А вообще у нас на Руси издавна был лукин день. Это день, когда почти на всей территории России высаживали все лук в один день. Лукин день у нас сегодня, 5 мая по календарю. Каждый год он по-разному. Вот сегодня, 5 мая, лукин день. И тем регионам, где почва уже прогрелась от 5 до 10 градусов, выше не нужно, но и ниже тоже нежелательно. Если у вас 0 и 1 градус, еще рано. Вот всем, у кого почва прогрелась до таких температур, можно высаживать лук. Почему высаживают очень рано и все рекомендуют высаживать рано? Да просто потому, что в это время земля у нас так, как сказать, пропитана влагой, что это самый-самый такой прекрасный, оптимальный вариант для лука. Он любит влажную землю, ему нужна влажная земля. Лук очень любит воду в первые свои недели, 2 месяца жизни. Это потом, когда завязывается головка, мы будем уменьшать полив. Вот у нас еще холодно, я буду садить лук после 9-го. У нас не цветет черемуха, у нас еще нет 5 градусов. Но зато для капусты такая температура прекрасная. Дождь, прохладно, она не болеет после пикировки. Лук мне еще рано, дня 3 не буду садить. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И это все о том, когда же высаживать лук.